Московский областной центр охраны материнства и детства в этом году отмечает юбилейную дату. С момента основания Ливерецкого роддома прошло 50 лет. Сегодня это одно из подразделений многопрофильного медицинского комплекса, которое является передовым не только в столичном регионе, но и во всей стране. О его работе наш следующий сюжет. Ребеночек лежит головкой вниз. Анатомию этой малышки уже смотрели, у нее все хорошо. Хороший малыш, малышом все хорошо. Новость о беременности, первое шевеление плода и первый крик ребенка. Их работа и главная миссия – сопровождать женщину во время этих важных моментов. Здоровье тех, кто дарит жизнь, находится в надежных руках сотрудников Московского областного центра охраны материнства и детства. С их помощью тысячи женщин познали радость материнства. Мне посоветовала моя гинеколога из Жуковского именно вот сюда, потому что у меня были проблемы с вынашиванием. И поэтому надо было выбрать именно что-то и поближе к городу, и чтобы отношение было хорошее, и чтобы врачи были компетентны. И если вдруг чего с ребенком, чтобы все было на месте. Врачи и медперсонал Люберецкого роддома заботятся и о том, чтобы процесс родов проходил максимально комфортно и безболезненно. Используют в своей практике передовые технологии и методики. В нашем роддоме сейчас предоставляется такая услуга, как мягкие роды. Оно очень известно во всем мире. Это когда женщина рожает на кровати, на стульчике, в джакузи. Женщина более благоприятна в этом состоянии, приближена к дому, и им это очень нравится. Новые жизни появляются в этих стенах каждый день. Если рождение одних малышей проходит в срок, то в некоторых случаях врачи совершают подвиги. Спасают детей с экстремально низкой массой тела. Проводят хирургические операции в первые секунды после появления ребенка на свет. Справляются с самыми сложными патологиями. Здесь готовы помочь в любой ситуации. В основном приглашаемся на роды и появляемся в жизни ребенка, когда его жизни что-то угрожает. Это неноношенные дети. И были дети, которые доношенные. Были дети с пороками развития, с хирургической патологией, которые были переведены в первые-вторые сутки сразу в отделение хирургии для проведения хирургической коррекции. На базе стационарного отделения детской больницы работает единственный в регионе ожоговый центр. Здесь оказывают помощь маленьким пациентам с термической травмой разной степени тяжести. А также проводят пластические операции, чтобы устранить последствия несчастных случаев. У нас проходит где-то за год более тысячи больных. В том числе с тяжелыми ожогами и последствиями ожоговой травмы. За год больше 300 оперативных вмешательств у нас осуществляется. В настоящий момент выполнена реконструктивная восстановительная операция на кистях рук. Мальчик перенес ее хорошо. Добиваться положительных результатов в лечении маленьких пациентов врачам помогает современное оборудование. За последние два года Московский областной центр охраны материнства и детства получил около 150 единиц медицинской техники, в том числе и тяжелой. Это аппараты КТ, МРТ, УЗИ, а также высокотехнологичное операционное оборудование. Мы получили большое количество оборудования для операционной, где оперируются детки с нейрохирургической патологией. Потому что работает единственное в Московской области отделение нейрохирургии. Мы получили очень много оборудования для отделения хирургии новорожденных. Совершенно маленьким новорожденным деткам с весом от 500 грамм проводятся операции с применением самого современного оборудования. Многопрофильный медицинский комплекс, который стоит на страже самого дорогого. Его название говорит само за себя. Здесь работают для того, чтобы материнство было счастливым, а детство – здоровым.